Украина самая важная Украинские зерновые, санкционные новости, все как обычно. Еще мы расскажем вам о том, как Россия себя ведет, когда с ней никто не хочет играть, по крайней мере, в футбол. Но вот начнем, как обычно, с ситуации с боевыми действиями. Леша, привет. Что у тебя есть? Привет, Данила. На юго-востоке Украины более 50 российских снарядов «Град» выпущены по городу Никополь на реке Днепр. По информации главы местной военной администрации Валентина Резниченко, два человека погибли, один пострадал, повреждены 12 пятиэтажных домов, школа, здания ПТУ. Также, по словам Резниченко, под городом Сильнельниково на юге Днепропетровской области российская ракета попала в зерновой элеватор. Были разрушены склады с более чем пятью тысячами тонн зерна, что вызывает особую обеспокоенность на фоне продолжающегося кризиса с экспортом зерна из Украины. Точнее, с похищением зерна, как его называет украинская сторона. Вечером в пятницу был обстрелян ракетами город Чугуев в Харьковской области. Три человека убиты, включая 70-летнюю женщину, трое ранены. В выходные обстреливали села Ивашки, Коробочкина, Малиновка, Элитная, Калиново, Печенеги. В Одессе сегодня рано утром во время воздушной тревоги прогремел взрыв. По информации украинских медиа, ракетный удар был нанесен с использованием самолетов Ту-95 из Ставрополя. Также сообщается, что три самолета Су-35 из акватории Черного моря выпустили четыре ракеты воздушного базирования по Одесской области. Шесть человек погибли в результате обстрела в Торецко-Донецкой области, а мэр Покровска Донецкой области Руслан Требушкин сообщил о пострадавших во время обстрела Покровской общины в субботу. И украинские войска также отбили штурмы российских войск на Донецком, Бахмутском направлениях, а также в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Углидар и возле Углигорской ТЭС. Об этом сообщает генштаб ВСУ. Да, кроме этого еще украинские военные говорят о том, что они отбивают атаки на трассу Лисичанск-Бахмут. Это такая дорога жизни для Бахмута и для находящихся там рядом населенных пунктов. Украинские власти говорят, что после перегруппировки российские войска пытались начать штурмовать Бахмут или собираются это делать. По их данным, теперь российские военные пытаются взять под контроль город Северск относительно крупные населенные пункты, железнодорожный узел в Донецкой области. Несколько раз уже сепаратистские формирования подконтрольные российской армии докладывали, что они выходили на окраины Северска, чуть ли не вели уличные бои в Северске. Но вот опыт показывает, что эта информация может произноситься вслух российской армии или представителями сепаратистов целыми днями, а ничего на самом-то деле не происходит. В выходные были обстреляны Черкасская, Сумская, Харьковская и еще пять областей. Удар нанесен очередной по острову Змеиной России, теперь уже там он находится под украинским контролем. Ну и был так называемый удар, как Российская Минобороны сказала, по одесскому складу с противокорабельными ракетами «Гарпун», переданными странами НАТО. На самом деле это оказался склад мебельной компании, и никаких ракет там не было, «Гарпун». Ну вот подсчитали с украинской стороны, что с начала войны Россия нанесла уже 17 тысяч ракетных и артиллерийских ударов по гражданским объектам. Тысячи мирных жителей погибли. В свою очередь британская разведка сообщает, что российское командование всерьез воспринимает возможность украинского контрнаступления, а поэтому укрепляет свою оборону на юге Украины, перебрасывает живую силу и технику на участке между Мариуполем и Запорожьем. Мы говорили уже, что по нескольким городам шли колонны военной техники, еще мы сообщали об этом на прошлом неделе, и также на Херсон. Ну и командующий британскими вооруженными силами Энтони Радекин озвучил предполагаемые российские потери в этой войне убитыми и ранеными. По его данным Россия потеряла более 30% своей боеспособности и около 50 тысяч российских солдат убитыми и ранеными. В целом выведенными из строя. Это, в общем, трудно как-то верифицировать, потому что российские власти ничего не говорят о потерях. Последний раз это было 25 марта. Они сказали, что потери что-то такое 1350 человек. Украинцы говорят о огромных цифрах. Может быть, данные третьей стороны достаточно серьезные и вызывают доверие, особенно если это разведка. Да, и в Минобороны России о своих данных, как сказал Данила, совершенно верно, они не сообщают. Но они продолжают регулярно на брифингах отчитываться о крупных потерях в украинской армии. Вот в частности, на очередном брифинге сообщили, что в поселке Константиновка Донецкой области поражен военный объект, где убито до 250 солдат. Я цитирую Минобороны, до 250 украинских солдат. А в населенном пункте Витова Черкасской области убито 60 человек, сообщают Минобороны. Мы не можем верифицировать эту информацию. Также Минобороны России впервые назвало имя командующего российской группы войск «Восток» в Украине. Им стал генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Это фигурант санкционных списков Запада. И известен он тем, что после решения Путина о признании так называемых ДНР и ЛНР на территории этих так называемых республик как раз вошли войска под руководством Мурадова, который тогда возглавлял Южный военный округ. Мы знаем, что к данным Минобороны России, кроме, может быть, имен командующих, надо относиться с очень большим недоверием. По этому поводу была масса исследований. Минобороны России было уличено в прямой лжи многократно. Даже сложно сказать, насколько вообще ежедневная информация Министерства обороны России может состоять из правдивых сообщений. Во всяком случае, о сотнях убитых украинских солдат и добровольцев и так далее Минобороны России сообщает регулярно. Ну, надо сказать, что у самого Минобороны России дела идут не очень. В том смысле, что военнослужащие пытаются изо всех сил избежать отправки в Украину. В частности, Медиазона рассказывает очень интересную историю о том, как семеро российских контрактников из Бурятии заявили, что командование начало им угрожать, когда они написали рапорты об отказе воевать в Украине. И эта информация была Медиазоне передана фондом «Свободная Бурятия» Александрой Гарможаповой. И вот решили они не ехать, а командование просто попыталось их извести, буквально задержать, отправить в штурмотряд под Луганском. Их пригрозили. Потом отвозили маленькими группами в военную комендатуру. На 3-4 дня запирают в некотором гараже. Кормят один раз в день и после этого отправляют в СИЗО под Луганском. Буквально мытарят людей для того, чтобы заставить их идти на смерть. Но об этом уже довольно много есть данных, как и данных о людях, призванных, мобилизованных с территорий этих сепаратистских регионов Донецкой и Луганской областей. И там эту мобилизацию называют могилизацией. В общем, очевидно, что все это вкупе с победными реляциями Минобороны доверию любой информации с российской стороны не добавляет. И наши коллеги с телеканала «Настоящее время», они как раз поговорили с военнослужащим, ефрейтором Илья Каминский, который подтвердил телеканалу о том, что как минимум 10 солдат действительно находятся в заперти, в гараже в неком СИЗО или, как он называет, это какой-то центр на базе СИЗО номер один под Луганском. Туда приезжают люди из военно-следственного отдела, как их представляют военнослужащим по Херсонской и Днепропетровской областям, и заставляют писать объяснительные, что якобы они не готовы выполнять задачи, рвут рапорта о том, что люди не хотят воевать и хотят поехать домой. И Каминский заявил журналистам, что по-прежнему хочет вернуться домой и не хочет ехать воевать в Украину. Ну вот ты упоминал о том, что Украина называет разграбление зерна своего России одной из самых серьезных проблем. На самом деле российские и пророссийские администрации на захваченных территориях даже не стыдится сообщать о том, что, собственно, это разграбление идет. Вот сегодняшнее сообщение. Есть некий глава Временной администрации в Запорожской области, назначенный Россией, Евгений Болицкий. Вот он уже сообщил, что более ста вагонов зерна экспортировано из Запорожской области с начала лета. И вывоз также производится железнодорожным транспортом. То есть имеется в виду, что и автомобильным, и железнодорожным будет экспортировано еще 100 тысяч через морской торговый порт Бердянск, он говорит. А Бердянск тоже захвачен. Они отправляют зерно грузовыми поездами через Крым и через Бердянск. В общем, как-то даже не скрывают то, что очевидно совершенно, они украинское зерно продают его или поставляют еще кому-то, что это совершенно не российская сельхозпродукция. Важным, наверное, будет продолжить тему зерна сообщением о том, что буквально завтра Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган, президенты России и Турции, встретятся в Иране. И Эрдоган будет поднимать обязательно тему вывоза украинского зерна. Да, идут активные переговоры. Мы уже рассказывали о возможном плане, к основным положениям которого дело уже пришло, и вроде бы договоренности уже какие-то состоялись. Ну вот Кремль подтвердил, что да, они ждут, что вопрос о зерне украинском будет поднят, но ничего не говорят о том, что именно ожидается в результате этих переговоров. Если же говорить о новостях, существенных для обороны и безопасности в Украине, о новостях, скорее даже, украинской политики, то Владимир Зеленский подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины. Вместо Ивана Баканова назначен Василий Малюк. И, собственно, он был первым замом главы Службы безопасности Украины. Вот сейчас стал главой временным, посмотрим, кто будет дальше, но это знаковое назначение профессионала вместо политика, потому что Баканов был другом Зеленского, чуть ли не другом юности, но вот вместо него назначен, насколько я понимаю, кадровый офицер спецслужб. А в частности, украинские СМИ активно обсуждают биографию Малюка. Ему 39 лет в СБУ, он с 2001 года, он получил высшее юридическое образование в Национальной академии СБУ, и карьерный рост весь его, он также связан с СБУ. Он был сначала оперуполномоченным и потом стал начальником отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. А в конце марта 2022 года Малюку было присвоено звание бригадного генерала, и известно, что он после первого вторжения России в Украину в 2014 году участвовал в антитеррористической операции и являлся участником боевых действий. Ну вот от этой новости, что происходит в Украине, мы перейдем к тому, как Украину поддерживают. Буквально сегодня сообщил глава Евросовета Шарль Мишель о том, что министры иностранных дел Евросоюза согласовали новый транш военной помощи Украине. Вот его сообщение в Твиттере «Приветствую решение глав МИД ЕС по пятому траншу помощи Украине. Теперь общий объем помощи ЕС, предусматривающий поставки украинским вооруженным силам оружия и снаряжения, достиг 2,5 миллиардов евро». Пока еще детализации нового транша нет, на что пойдет непонятно, но внушительная сумма 2,5 миллиарда евро, если она идет только на оружие. Ну и работа служб ЕС по санкциям в отношении России будет продолжена. В частности, сегодня заседает КОРПР, это комитет постоянных представителей стран ЕС, и предложения, которые были выдвинуты 15 июля, об этом мы раньше говорили, что будет укрепление действующих санкций, невозможно утверждение окончательной новых санкций, например, против российского золота. Вот сегодня происходит оно в Еврокомиссии. Очевидно, что при этом ЕС пытается сражаться с российской пропагандой, которая сообщает, что это именно европейские и вообще западные санкции создают продовольственный кризис. В мире Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, сегодня сказал, что никаких санкций против сельхозпродукции российской нету, и вообще это не касается сельхозпродукции никогда. Для этого нету возможностей и не собирается ЕС это делать. Ну вот то, что сказал Боррель сейчас про санкции. В то же время очевидно, что российское руководство уже начинает что-то там понимать, про то, что санкции – это то, на что надо реагировать, если раньше, март-апрель, Путин говорил, там нам не страшны, экономический блицкрик не удался. Видимо, он понял, что крик будет не блиц, а в долгую. И сегодня Путин заявил, что антироссийские санкции, цитирую, это огромный вызов для страны, но Россия не будет опускать руки, а будет развиваться еще интенсивнее. И он сказал, что есть попытки изоляции и так далее, и так далее. В общем, очевидно совершенно, что к концу года эффект от санкций будет очень серьезным, по-настоящему разрушителем, и российские власти пытаются уже как-то напрячь народ и сказать им, что да, будут трудности и лишения, мы все боремся и так далее. Вот, возможно, для этого Троицу Рублевскую сейчас вытащила русская православная церковь из музея и будет молиться на нее или что-то еще в Троице-Сергиевой лавре. В общем, очевидно, что российская власть пытается перейти от рассказов о том, что ничего России серьезного не грозит, к тому, что серьезное грозит, но мы будем с этим справляться. Ну, а беспокойность Кремля еще вызывают планы Европы и США по сокращению поставок российской нефти, планы Европы, которые всерьез уже рассматриваются и обсуждаются, по крайней мере, по полному прекращению поставок российского газа. И вот, в частности, как Deutsche Welle сегодня сообщило, Международное энергетическое агентство уже предложило меры, что будет делать, если полностью прекратятся поставки российского газа. И среди мер, ну, они достаточно радикальные, в частности, переход вместо газа в энергетике на уголь и мазут, снижение спроса на электроэнергию в домохозяйствах. И также уже они предлагают начать планирование действий на случай возможных чрезвычайных ситуаций в случае сокращения поставок газа на национальном и общеевропейском уровнях. И Запад продолжает свою борьбу с российской пропагандой, в частности, британский медиарегулятор Авком в очередной раз зафиксировал нарушение правил вещания со стороны РТ. Я напомню, что лицензия РТ на вещание в Британии была приостановлена еще в марте. Сейчас в отношении РТ ведется 29 расследований о нарушении беспристрастности освещения войны в Украине. И британский медиарегулятор подчеркивает, что нарушения были серьезными и неоднократными. И вот интересно, как международные СМИ, иностранные СМИ обращают внимание на то, что делает российская пропаганда внутри страны. Казалось бы, уже удивляться нечему. Но вот, например, репортаж «Известей недели», он вызвал оживленную дискуссию и в Твиттере, и, в частности, вот Дельфи опубликовал расшифровку этого репортажа. А смысл сюжета был в том, что отец военного Алексея Малова, который погиб в Украине, купил на так называемые гробовые ладу. И сюжет показал, что первая поездка на этой ладе как раз была на кладбище. В память о Среди Гори купили новенькую машину. Новая лада куплена на то, что в народе называют гробовыми, а официально – единовременным пособием семье погибшего. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз на кладбище. На самом деле, конечно, это страшнейшая, какая-то горчайшая ирония российской жизни, когда родители на этой новенькой машине, ну, то есть она новенькая только в смысле производства, так-то она вполне старенькая и полномодель и так далее, едут к убитому сыну, который был убит в Украине из-за того, что его главнокомандующий послал туда захватывать чужую страну. Но надо сказать, что через либо бравурную, либо даже вот такую гротескную информационную картину люди все время пытаются прорваться. И еще раз мы слышим сейчас в новостях имя Марины Овсянниковой, которая была редактором Первого канала, и мы помним, что она сделала в марте, когда она ворвалась в эфир программы «Время» с антивоенным плакатом. И, в общем, он был очень прямым, очень лаконичным и очень ясным. Не верьте пропаганде, здесь вам врут. Ее тогда обвинили в предательстве, уволили, оштрафовали на 30 тысяч, но ничего такого более серьезного с ней не случилось. Она стала после этого внештатным корреспондентом немецкой газеты «Дивельт». Но последнее, что она сделала, это 15 июля, она провела одиночный пикет прямо напротив Кремля на Софийской набережной и держала плакат, на котором было все тоже очень кратко и очень ясно. Путин – убийца, его солдаты – фашисты, 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились? После пикета ее не задержали, но потом полицейские явились к ней домой, и там она была задержана. Сейчас уже известно, что ее выпустили, но опять обвинили по статье о дискредитации. И очевидно, что Марина Овсянникова всегда готовит свои высказывания, а у нее крайне лаконичные, что 14 марта, что 15 июля власти, судя по всему, размышляют, как себя с ней вести, потому что вот второй раз уже она отпущена после заявлений довольно серьезного характера. Да, это вызывает активное обсуждение пользователей Твиттера из России, особенно на фоне приговора, который на днях был вынесен муниципальному депутату из Москвы Алексею Горинову, который получил 7 лет за якобы распространение фейков о российской армии. Репрессии в России продолжаются. Жительницу Екатеринбурга Надежду Сайфуддинову задержали на митинге в поддержку так называемой спецоперации, которая проходила в городе, где она выкрикнула «Нет войне!» Подробностей, что с ней произошло дальше, пока нет. Гособвинение на заседании в Люблинском суде запросило 6 лет лишения свободы для основателя телеграм-канала омбудсмен полиции Владимира Воронцова. Я напомню, что Воронцову его посадили еще до войны в Украине. Он стал известен тем, что организовал паблик, в котором рассказывал о сотрудниках правоохранительных органах, а также о проблемах силовых структур. И в частности, опубликовал аудиозаписи разговоров руководителей полиции Новосибирска. И после этого его посадили. В ближайшее время ему будет вынесен приговор. В Москве сегодня на выходе из дома задержали муниципального депутата района Хорошова в Невнике Вячеслава Бородулина. Об этом сообщила кандидатка в районные депутаты Марина Сидорчук. Она написала об этом в своем фейсбуке. И по ее словам, сейчас Бородуллин находится в Водохорошовом Невнике. И какое правонарушение ему вменяет, пока неизвестно. Однако ранее напомним муниципального депутата района Печатники Виталия Третьюхина его также доставили в ОВД и составили протокол о демонстрации символики экстремистских организаций из-за поста в контакте с логотипом команды Навального. И, как сообщает Deutsche Welle, под уголовное преследование по статьям, связанных с антивоенными выступлениями, в России попали уже 200 человек. В частности, такие данные привел руководитель Международной правозащитной организация Агора Павел Чиков. Больше всего россиян преследуются по статье о военных фейках. Это 70 человек. И вторая по популярности в кавычках статья это вандализм за антивоенные надписи. И далее идут статьи о минировании военкоматов по телефону и так далее. И, кроме того, сегодня был вынесен вердикт в отношении Google мировым судом Таганского района. Компанию признали виновной в распространении материалов, содержащих запрещенную в России информацию. Google оштрафовали почти на 22 миллиарда рублей или почти 400 миллионов долларов. Ну вот, россиянам пытаются ограничить возможность гуглить. Вообще, россиян пытается ограничить сильно внутри страны, но россия пытается найти, что называется, новых друзей и как-то так сама с собой пытается сыграть в игры, в которые с ней уже особо играть никто не хочет. Ну, например, Минспорта России предложила создать единую футбольную лигу для команд подконтрольных России территорий. Вот, она хочет турнир создать для Донецкой, Луганской народных республик, как заявляет официально замминистра спорта Одесс Байсултанов, также Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов Российской Федерации. То есть, это, конечно, такая попытка спортивного вызова в ответ на то, что теперь российский футбол, например, вообще никуда не пускает. Буквально на прошлой неделе мы сообщали о том, что все ограничения на российские клубы продлены. Ну вот, видимо, господин Байсултанов считает, что можно будет играть с теми, кого Россия уже захватила и где стоят ее солдаты. Интересно, как это все будет. Но мы, конечно же, будем об этом рассказывать в своих подкастах. И сегодня на завершение подкаста у нас есть приятная новость о том, что наши коллеги с телеканала «Дождь» восстанавливают вещание. Они остановили свое вещание еще в марте и очень многие из сотрудников телеканала уехали из России, в частности, его главный редактор Тихон Зитко. Ну вот, последние новости это, что «Дождь» возвращается в эфир на Ютьюбе. Уже сегодня это вещание будет восстановлено, будет новостной выпуск программы «Здесь и сейчас». С этого все начнется. И, конечно же, мы должны поздравить с этим наших коллег с «Дождя». Ну а сами мы будем рассказывать вам о всем последнем важном происходящем в Украине и вокруг нее в наших подкастах. Пожалуйста, подписывайтесь на них на Apple и Google платформах. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. С вами были Алексей Горбачев и Данила Гальпирович. До встречи. Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра. Субтитры создавал DimaTorzok